В приложении Google Photos можно загружать фото и видео в облако, но здесь есть два отличительных момента. Первое – это можно делать абсолютно бесплатно, то есть вас за это не берут никаких денег. А второе – это можно делать безгранично, то есть любое количество фото, любое количество видео, загружайте сколько хотите, фотографируйте, снимайте видео и потом загружайте это в приложение Google Photos и оно все там где-то хранится на серверах Google под вашим личным Google аккаунтом. Заходим в приложение камеры, что-то фотографируем. Вот эта фотография, она отправляется в облако на серверах Google. Что происходит далее? Ну загрузил я ее и загрузил, в чем вообще самый прикол. А самый прикол в том, что после этого я могу спокойно удалить данную фотографию со своего телефона, то есть очистить память, но фотография при этом у меня останется. Собственно, давайте это и сделаем. Захожу в меню приложения Google Photos и вот есть прекрасный пункт «Освободить место». Нажимаю на него, вот он говорит, что у меня сейчас 11 файлов на телефоне, которые уже загружены в облако. Удалить. Алгоритмы сжатия Google продвинулись настолько далеко, что оригинальную фотку отжатой по обычной обложке отличить вообще невозможно. Их можно отличить только если мы зайдем саму фотографию и уже начнем делать близкий зум. Вот сейчас она меня не подгрузилась, вот теперь она прогрузилась и все видно хорошо. Если вы думаете, какой мне брать телефон? 128 гигабайт, 64 гигабайт, 256 гигабайт. Я обычно, конечно же, всем советую брать настолько много, насколько вы можете взять, но лично я для себя не вижу смысла брать телефоны с большим объемом памяти, потому что он мне просто не нужен. У меня всего там, я не знаю, 15-20 гигабайт программ, а все остальное у меня хранится на Google Photo все материалы. И смысл брать телефоны с огромным количеством памяти я не вижу с данным приложением, то есть оно вам еще экономит деньги. Вторая крутая функция Google Photo — это поиск. Что здесь может быть необычного? А есть что? Во-первых, можно искать людей по лицам, во-вторых, можно искать объекты. Просто вводишь, например, собака, кредитная карта, лес, и он тебе будет показывать фотографии, где показаны данные объекты. В-третьих, также по геометкам, либо приложение само понимает, где это было сделано. Например, Эльфа или Башню можно было сделать только в Париже, и как бы алгоритмы тоже это все учитывают. Итак, переходим в сам поиск. Как видите, у меня здесь показываются лица. Я нажимаю «Далее», и вот у меня сортированы все люди, которые когда-либо были найдены приложением Google Photos, то есть алгоритмы обрабатывают, кто же там находится на моих снимках. Вот, например, я. Видно, что у моей библиотеки 1689 фотографий. Все фотографии со мной показываются только в данной метке. Соответственно, если вам быстро нужно найти фотографии с каким-то человеком, либо даже с животным. Как видим, у меня есть фотографии кошки, собаки, причем, видите, собака, допустим, находится сразу со мной, то есть он понимает, что это фотография и со мной, и собака сортирует ее сразу по двум библиотекам — и меня, и собаки. Также, как я уже сказал, можно найти не только людей, либо животных по их лицам, но также и объекты. Вбиваем смартфон, и сейчас вот он выищет в библиотеке все фото и видео, где присутствует смартфон, где алгоритмы поняли, что это смартфон. И вот так вот я могу тоже их искать в таймлайне. Последняя функция поиска, которую я также упоминал, — это геометки. Но здесь одна отличительная особенность. Чтобы телефону легче было понимать, где была сделана та, либо иная фотография, нужно, чтобы на вашем телефоне у приложения камеры был доступ к геопозиции. Если она есть, то сохраняются геометки у каждой фотографии, тем самым фотографии можно сортировать по тому, где они были сделаны. Забавный факт, как видите, сейчас у меня посередине экрана отмечается Эстония, но при этом в Эстонии я самой ни разу не был. И если мы сюда зайдем, то видим, что здесь фотографии неба, то есть я летел на самолете над Эстонией, сделал фотографии, сохранилась широта и долгота территориально этой Эстонии, и, соответственно, данные фотографии относятся к Эстонии. Я могу понять, какой стороны это небо. Очень забавная штука. И, кстати, то, о чем я говорил, — если фотография какой-то достопримечательности, отличительного места, где алгоритмы могут понять, откуда сделана данная фотка, то в данном случае это очень старая фотография, наверное, 90-х годов. Тем не менее, видите, алгоритмы поняли, откуда они — это Эстония, остров, не помню, как называется. В общем, у меня есть родственники в Эстонии, и, собственно, алгоритмы понимают, откуда была сделана данная фотография. Очень круто, согласитесь. Третья функция — из-за того, что фотографии у нас загружаются в облако, то мы можем быстро ими делиться. Как это работает? Из-за того, что фотографии уже не находятся на нашем телефоне, а где-то там на серверах Google, то мы можем создать ссылку к тому месту, где они хранятся, ну, грубо говоря, поделиться. И вот видим, у нас есть такая функция создать ссылку. Нажимаю на нее, вот у нас создается ссылка. Все, ссылка скопирована. Теперь я могу поделиться ею с любым человеком, он получит доступ только к этим фотографиям. И, например, я хочу сохранить данные фотографии к себе в библиотеку, так как она уже находится на серверах Google, мы можем просто ее забрать себе, ну, то есть сделать виртуальную копию. Сверху есть кнопочка «Сохранить», я сейчас на нее нажал, выделил. Я нажимаю на нее один раз, и все, она добавлена в мою библиотеку, и потом она появляется именно в том таймлайне, когда она была сделана. Она также автоматически попадает в поиски по лицам, она там тоже появится. Либо же я могу целый альбом сразу добавить в мою библиотеку. Вот опять же этот значок, я на него нажимаю, давайте нажмем. Все данные фотографии попадают в мою личную библиотеку Google Photos. Очень удобно. Пятая функция связана с синхронизацией. Как мы понимаем, фотографии не хранятся физически на нашем телефоне, а где-то там на облаке. Соответственно, чтобы получить к ним доступ, можно просто зайти в любой телефон, приложение Google Photos. То есть не нужно что-то там скачивать, переносить, сохранять. Мы просто заходим под своим аккаунтом и получаем доступ ко всем нашим фотографиям. Шестая крутая функция — это доступ к библиотеке вашего партнера, будь то друга, жены, мужа, кого угодно. У меня, допустим, жена, я могу получать доступ к ее фотографиям и видео в любой момент, который она делает и загружает свой аккаунт Google Photo. Выглядит там все ровно так же, как и ваша библиотека. Можно выбирать фотографии, сохранять понравившиеся сразу себе. Мы можем эту штуку настроить. Например, что доступно ей в данном случае? Я могу выбрать фотографии только с определенными лицами. Например, мы договорились, чтобы она не просила ее фотографии, допустим, которые я ее фоткаю. Она может просто сразу получать доступ только к ее фотографиям. Если вы получаете фотографии партнера, можно сразу сохранять их себе в библиотеку. Например, все фотки подряд у Daos, получается, будет библиотека 2x, либо, опять же, с определенными людьми, что очень удобно. Следующая, седьмая функция — это фотосканер от Google Photo. Давайте зайдем в App Store и видим, что новая жизнь, старых снимков, быстрое сканирование без бликов, кадрирование, коррекция, поворот и их сразу все отправляется в Google Photo. Я, кстати, когда-то делал про это отдельный видеоролик, там все подробно рассказывал, показывал и объяснял, в принципе, зачем лично я это делаю. Ссылочка сейчас также выскочит в правом верхнем углу. Я просто брал в семейные альбомы и просто сидел пачками все отсканировал. И вот видим, что вот, допустим, я маленький в городе Волгодонске. И вот так вот все фотографии я быстро отсканировал, и они попадают в мою библиотеку. Я потом также могу получить к ним быстрый доступ, посмотреть в истории. Они также сортируются по людям. Очень круто, опять же, если вы заинтересованы сохранности старых фотографий, определенно попробуйте фотосканер от Google Photo. Следующая, восьмая функция — это экосистема устройств Google. В данном случае это приложение Google Photo, Chromecast и Google Nest Hub. В чем прикол буквально кратенько? Как видите, в правом верхнем углу у меня есть значок Chromecast. Я могу отправлять фотографии на другие устройства от Google. Что касается Google Nest Hub, то он у меня и так работает в режиме живой фоторамки. То есть все фотографии, которые я делал недавно, я там, допустим, отметил, что я хочу получать фотографии определенных людей и животных, и все фотографии новые, которые я с ними делаю, они автоматически туда попадают через общую библиотеку Google Photo. То же самое касается Chromecast. Активируем его и отправляем туда фотографии. Можем быстро все это смотреть в реальном времени. Все очень удобно, не нужно пользоваться никакими флешками, проводами. Если у вас нет подобных устройств, то хотя бы рекомендую начать с Chromecast. Очень крутая штука. Посмотрите обзор. Девятая функция называется Google Lens. В чем ее прикол? Алгоритмы Google могут понимать, что находится на фотографии. Это как по типу поиска, но намного круче. Давайте продемонстрирую. Вот у нас есть собака. Я хочу узнать ее породу. Что это за собака? Нажимаю на Google Lens и он понимает, что это порода West Highland White Terrier. Я беру скриншот, выбираю опять же Google Lens, он сканирует данный скриншот. И вот у меня появляется текст, и я могу его сразу выбрать, и могу его скопировать. Либо же сразу найти Google в поиске, либо перевести. Нажимаю на переводчик. И последняя, десятая функция. Я, наверное, ее назову «Интерактив». Я туда объединяю Google Ассистент. Раньше так назывался, теперь это называется просто «вкладка для вас». А также создание каких-то интересных штук. Что здесь показывается? Здесь нам умный помощник предлагает какие-то коллажи, стилизованные фотографии, которые нейросит уже за нас обработала, или какие-то воспоминания. Например, вот он мне показывает, что было 22 марта 2015 года. В тот день мы ходили в зоопарк в Санкт-Петербурге. Вот он мне показывает фотографии с того дня. Хочу показать очень крутой пример, который я даже постил в своем инстаграме. Я тогда с собакой с Даной и вот сейчас с Хатей также лежу. Это очень прикольно, реально прям ностальгия, воспоминания и всего лишь функция нейросети, но как много эмоций она дает. Вот, допустим, он отстилилизовал фотографию, которую я сделал на последней прогулке, а также сделал фильм с кошкой, так ее и назвал. Я вам сейчас включу фрагмент прямо здесь, а вы посмотрите. «Мяу-мяу-мяу», «Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу», Субтитры создавал DimaTorzok